Территорию монастырского сада за Рязанским Кремлем поделили на две зоны. Первая для пилотов, которые должны совершить первые полеты в рамках фестиваля, вторая для зрителей. Андрей Кульков приехал на соревнования из Тула. Его аэростату всего два года. Имя Ола, что в переводе с испанского означает «привет». Пока Андрей со штурманом изучает маршрут, над прицепом, в котором находится аэростат, гордо реет Андреевский флаг. Андрей – его друг военные моряки. В Туле, как нам всем известно из курса школьной географии, море нет. Осталось только небо. И в этот океан я и захотел обратно вернуться. Мастер спорта по воздухоплаванию Ивана Миняйла из Красногорска все знают как путешественника, который вместе с Федором Конюховым побил мировой рекорд по времени беспосадочного полета в тепловом аэростате. Для него фестиваль «Небо России» – подготовка к более серьезным соревнованиям. В этом году у меня что-то мало, честно говоря, было соревнований в Колину и в Великих Луках. Хочется больше. Сейчас мы поедем на чемпионат мира, поэтому здесь тренируемся к ним. Чемпионат мира в Австрии будет, в маленькой деревне Гроззиг, Хартс, рядом с границей с Чехией. Пока пилоты разворачивали купола аэростатов, устанавливали баллоны с газом, крепили оборудование к корзинам. На соседней площадке зрители изучали воздушные шары. С удовольствием посмотреть, как работает аппарат, как летают шары. Вообще, это праздник для Рязани, очень интересно. Детям всегда интересно и полазить, и посмотреть. А всегда, когда шары пролетают над городом, это завораживает. Полет в день открытия был под вопросом. Дул порывистый ветер, а он не лучший товарищ для аэронавтов. Из-за него отменили соревнования накануне. В этот вечер повезло больше. Пилоты смогли подняться в небо. Десятки зрителей собрались на Кремлевском валу, чтобы посмотреть на аэростаты, сфотографироваться на память и снять видео. В фестиваль небо России открылся воздушные шары в небе над Рязанью. Можно будет увидеть рано утром и вечером. А 11 августа, прямо здесь, на территории Кремля, пройдет вечернее свечение аэростатов. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Продолжение следует...